Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. В данном видео я дам вам основные рекомендации по размещению розеток и выключателей на кухне. Напомню, что в прошлых видео мы рассматривали пример расположения электроустановочных изделий в ванной комнате. Также у нас была спальня. Скажу сразу, что на кухне очень важно иметь проект дизайна кухонного гарнитура или кухонной мебели. Вот пример у меня, то есть я работаю по дизайну. Так, вот эскиз, вот у меня фронтальный вид, вид спереди кухонного гарнитура, вот у меня вид сверху с нанесением всех-всех-всех размеров. Без проекта кухонного гарнитура на 100% у вас возникнут проблемы. Например, вы установите какие-то розетки, а при установке мебели они закроются, то есть окажутся заставленными. Сразу перейду к нашему примеру. Кухня будет здесь угловая. В углу будет расположена мойка размером 850 на 850 угловая. Скажу сразу, что над мойкой, под мойкой никаких розеток устанавливать не нужно. Это запрещено правилами. Далее давайте сразу рассмотрим эту короткую стенку. Вот у нас заканчивается линия мойки. Здесь за мойкой планируется установка посудомоечной машины. Ширина эта составляет 45 см. А, кстати, посудомоечная машина встраиваема. За посудомоечной машиной никаких розеток мы не устанавливаем. У посудомоечных машин розетки располагаем либо над посудомоечной, либо в соседних шкафчиках. Я расположил розетку для посудомойки в соседнем шкафу. За посудомойкой у нас пойдет еще завершение кухни с таким скосом. То есть тут ширина всего 30 см. Здесь будет установлена розетка для посудомоечной машины. Так, для посудомоечной машины я проложил отдельную линию с квартирного щита. Так, ну вот, какой-то из этих кабелей. Кабель ВВГ и НГ сечением 2,5 квадрата. Прокладку кабеля я осуществляю в гофре. В данном случае кабель 3х2,5 у меня в 20-й гофре. А линию освещения я сделал в 16-й. Далее, в этом же углу, раз над мойкой нельзя тоже устанавливать розетки, здесь у нас получается рабочая зона, то есть от начала посудомойки до конца кухни. Вот на этом уровне, вот в этом месте будут установлены розетки рабочей зоны. Здесь будут установлены 2 или 3 розетки и один выключатель. Так, в эти розетки в основном будут включаться у нас мультиварка, либо электрический чайник, миксер, соковыжималка и прочие кухонные электроприборы. Вот это у нас на посудомойку. И отдельная линия, вот в 20-й гофре приходит тоже 3х2,5 для этих розеток. Почему я сделал отдельную линию? Потому что, во-первых, здесь будет приличная нагрузка и объединять ее с линией посудомойки нецелесообразно. Высота столешницы от уровня пола составляет 91 см. Высоту розеток, которые будут установлены над столешницей, я рекомендую устанавливать на высоте 105-110 см. Выше не нужно, ниже тоже не нужно, потому что там нужно еще учитывать, что вдоль столешницы идет плинтус с некоторой шириной. У кого-то он поуже, у кого-то пошире. То есть здесь как бы уже не надо ниже. Если расположить немножко выше, тут, кстати, идет пролет высотой, ну обычно 55-60 см делают вот эту высоту, а далее уже начинаются верхние шкафы. То есть вот этот пролет у нас составляет 55-60 см. Если сделать розетки чуть выше, там, ну 120 см от пола, то они будут смотреться не очень, как бы ей казаться как будто на середине. В принципе, по этому углу, по розеткам все. Все, про линию освещения я еще отдельно скажу. Так, идем далее. В общем, как я говорил, мойка здесь 850 мм. Так вот, линию я начертил. Дальше идет, ну здесь установлено будут шкафчики, выдвижные шкафы, выдвижные ящики, вернее, для ложек, вилок, там, сковородок и тому подобное. Здесь для них ничего тоже не требуется. Это у нас здесь свободное место. Далее идет у нас ширина 600 мм. Так, кстати, в квартире имеется газ. Газ. Так, здесь планируется установить газовую варочную поверхность, а под ней электрический духовой шкаф. Для газовой варочной поверхности нужна розетка для электророзжига, для духового шкафа тоже, соответственно, питание. Также на этом же уровне у нас будет установлена в этом же проеме 60 мм. Будет установлена вытяжка. Для нее тоже, естественно, что необходимо питание. Так, вот высота установки вытяжки. Здесь я отмерил. Дальше здесь идет некоторый блок. Сама как бы вытяжка. И дальше идет по центру гофра там или канал, который идет уже венканал. Так вот нам нужно привести сюда кабель, но не по центру. То есть установить здесь розетку, но не по центру вытяжки, а именно немножко сместив, то есть середину середины взять. Вот у нас заканчивается духовой шкаф с газовой поверхностью. Вот здесь у нас рядом будет шкаф шириной 30 см. В нем будут установлены три розетки. На уровне 30 см от пола, к которому будет подключаться питающий кабель для духового шкафа. Это силовый кабель сечением 4 квадрата. И кабель сечением 2,5 квадрата для питания стиральной машины. То есть здесь будет установлена рядом стиральная машина. И у нее будет вилка включаться здесь же в эту же розетку. Ну и третья розетка это для электророзжига варочной газовой поверхности. Почему нельзя устанавливать розетки за бытовой техникой? Почему это делать не рекомендуют? Ну, во-первых, это неудобно. Мало ли нужно будет что-то отключить, допустим, духовой шкаф или стиральную машину, или посудомоечную машину. То придется отодвигать полностью, снимать панель, отодвигать всю технику, и потом только появится доступ к розетке. Но это как бы неудобно. И второй момент, что при установке встраиваемой техники она может упереться в эту розетку. Поэтому некоторые дизайнеры, а также электрики, рекомендуют розетки устанавливать в цоколе кухни. Цоколь обычно составляет 10-15 см. В данном случае у меня будет 15 см. И это как бы они обосновывают выходом из ситуации. То есть к розетке, установленной в цоколе, имеется постоянный доступ, и можно как бы в любое время отключить технику. Да, согласен. Но есть два отрицательных момента. Во-первых, чтобы добраться до цоколя, нужно будет все равно снять панель, цокольную панель. Дальше нужно будет лечь на пол и лежа протянув руку, там что-то нащупать и отключить вилку из розетки. Ну и второе, немаловажный момент, то что, не дай бог, в общем, произойдет затоп, розетки, установленные в цоколе, будут подвержены в первую очередь затоплению. А вода и электричество – это несовместимые вещи. В общем, я не рекомендую устанавливать розетки в цоколе. Я рекомендую устанавливать розетки для встраиваемой, да вообще для всей техники на кухне в соседних шкафчиках. Нужно вам отключить, например, стиральную машину. Да, пожалуйста, открыли верхний или соседний шкаф, протянули руку, убрали там посуду, протянули руку и спокойно отключили. К тому же в цоколе, в данном случае, на данной кухне, здесь будет располагаться вся разводка сантехники. То есть, в данном случае, здесь будет цоколь вообще занят. Отдельная линия питания для духового шкафа. Они имеют достаточно большую мощность, порядка 3-3,5-3,6 кВт. Поэтому для них тянем отдельную линию. Питающий кабель отдельная линия у нас приходит на вытяжку. С вытяжки кабель уходит на розетки для стиральной машины и для электророзжига. Вентилятор обычно имеет мощность 160-200 Вт, маломощная нагрузка. Электророзжиг там общей копейки. Ну и стиральная машина, ну где-то порядка, если в момент нагрева, то там 2-2,5-2,2 кВт. В момент стирки там или отжима гораздо меньше идет потребление. Вот поэтому на эту группу я распределил вытяжка, электророзжиг и стиральная машина. За стиральной машиной у нас будет установлен холодильник. Как я уже говорил, розетку устанавливать за техникой мы не будем. На стиральной машине у нас будет установлена встроенная СВЧ-печь, встроенная микроволновка. Микроволновки обычно имеют мощность 800-800 Вт, такая достаточно, ну не маленькая, ну средняя мощность. Так вот, для питания СВЧ, микроволновки встроенной, для питания холодильника я притянул отдельную линию. Тоже сечением 2,5 квадрата. Микроволновка будет встраиваемая, она будет установлена вот на вот этом уровне, вот стоит метка. Как я уже говорил, за микроволновкой мы розетки не устанавливаем, а выносим выше соседний шкаф. Так что вот здесь будет установлена раз розетка для микроволновки, два розетка для холодильника рядом стоящего. И отсюда же кабель пойдет у нас на розетки столешницы, то есть розетки установлены над столешницей. Вот уровень у нас столешницы, я тут немножко заштриховал для наглядности. И также на высоте 105-110 сантиметров, ну я буду ставить на высоте 105, будет установлено 2 или 3 розетки для питания переносных приборов в кухне. Теперь перейдем на освещение кухни. Лично я рекомендую устанавливать в кухне, или делать в кухне, две зоны освещения. Первая зона освещения, она будет проходить вдоль рабочей поверхности, то есть начиная от окна, проходит до угла и поворачивает его до стенки, то есть буквой Г. Светильники будут устанавливаться на расстоянии 60 сантиметров от стены. При установке светильников на расстоянии 60 сантиметров от стены, они будут светить вам как во внутрь шкафчиков, если вы их откроете, так и на основную рабочую зону столешницы. Если вы установите их на расстоянии 40 сантиметров или еще ближе к стене, то они вам будут освещать верхние шкафы и мало попадать будут на рабочую зону столешницы. Вторая зона освещения на кухне, это обеденный стол, то есть зона обеденного стола. Здесь будет размещаться обеденный стол, соответственно над обеденным столом мы делаем еще одну зону освещения. Кабель питающий приходит на выключатели. Здесь будет установлено два выключателя. Один для основного освещения рабочей зоны, рабочей поверхности, а второй для обеденной зоны. Пока я проложил кабель только до первых светильников. Дополнительно многие устанавливают светодиодную подсветку вдоль шкафчиков на кухне для освещения тоже зоны готовки. Но в данном проекте, в данном примере светодиодной подсветки не будет. Вот устанавливаем уже подрозетники на кухне. Это будет для посудомойки. Это настольная. Здесь выключатель, здесь две розетки. Так, здесь у нас уже я установил под вытяжку. Это настольные розетки. Так, осталось здесь установить еще розетку для холодильника и встроенной свечи-печи, микроволновки. И здесь будут у нас вот в этом блоке розетки для стиральной машины и розжига. Так, это я уже показывал. Это две розетки над столом, над столешницей. Вот делаю розетку в шкафу. Вот здесь будет шкаф на этом уровне. Одна розетка для холодильника, вторая для микроволновки. Так, еще хотел бы обратить внимание, видео я тогда забыл об этом снять, что при установке подрозетников желательно снимать еще фаску по окружности. Так, штукатурам будет легче обработать, заштукатурить стену. То есть подрозетник не будет выпирать. Вот видите, окантовка подрозетников встала заподлицо со стеной. Подрозетники на кухне я все установил. Так, еще раз пробежимся. Это розетка для вытяжки. Вон там еще сделан канал и уходит скрыто в шахту. Так, здесь одна розетка для холодильника вот здесь будет стоять. Еще одна розетка для микроволновки. Это розетки над столом, над столешницей. Так, это розетка для стиральной машины. Она здесь будет установлена. Средняя розетка это для электророзжига. И третья силовая розетка. Сюда четверка заведена. Сюда будет подключаться электрический духовой шкаф. С этой стены все. Здесь вывели коммуникацию, холодную, горячую воду, слив. Здесь будет угловая мойка. Так, ну и здесь выключатель, группа освещения и две розетки над столом. И внизу розетка для посудомоечной машины. Начал выполнять прокладку на кухне, по потолку. Для этого отмерил все необходимые расстояния между точечными светильниками. Здесь они будут расположены П-образно. То есть на этой стороне будет 7 светильников. Отмечаю. Провод прокладываю 3х1,5. Естественно, что в гофре крепление к потолку идет с помощью клипс. Вот заготавливаю такие вот перемычки. То есть все светильники будут у нас подключаться шлейфом. Сейчас буду надевать на кабели гофру и сразу крепить их на установленные клипсы. Вот так вот получилось. Это 7 светильников П-образные для подсветки кухонного гарнитура. И здесь еще два светильника будут на тросах подвесные для небольшого столика. Закладные для установки светильников. И закладные для подвесных светильников. Натянули натяжной потолок. Сделали отверстие. Вывели кабели. Вот сейчас вот так вот выглядит. Можно приступать к установке и подключению светильников. Но об этом будет в следующем видео. Строители уже сделали чистовую отделку кухни. Вот я установил здесь розетки. Повторю это для холодильника и свечи-печи. Это розетка для вытяжки. Так, эта розетка настольная. Она будет не белого цвета. То есть ей будет крепиться уже на стеклянный фасад. Блок розеток это для стиральной машины, для электророзжига и духового шкафа. на этой стене все. Здесь аналогично. то есть здесь еще будет установлен стеклянный фартук и потом на него уже будут устанавливаться розетки. И вот розетка для посудомоечной машины. Сейчас буду устанавливать кухню. Я вам покажу как в итоге все это дело у меня получилось. Ну вот так выглядит уже финальный вариант. Вот наша кухня. Сейчас я покажу на ней все установленные розетки и выключатели, которые мы устанавливали и проектировали. Здесь открываем. Вот наша розетка для нее. Это шнур питающий. Далее у нас настольные розетки с выключателем. Угол. Дальше здесь у нас по проекту шла вытяжка. Ее мы устанавливали розетку. Как я и говорил в центре у нас пойдет либо гофра либо канал. здесь гофра переходящая в пластиковый канал. Здесь у нас газовая поверхность и для нее смотрим розжиг. и сам непосредственно бутылыш как здесь у нас установлена стиральная машина и в этом шкафу находятся все три розетки для этих приборов для этих устройств. Вот и в этой стороне у нас микроволновая печь и холодильник. И соответственно в этом шкафу установлены для них две розетки которые собственно они уже включены. Это кстати установлен блок розеток и выключателей от фирмы от компании Левола. О них я рассказывал в отдельных своих видео в том числе про управление освещением с двух или трех мест. Показывал пример подключения подобных выключателей здесь двойной блок от любого освещения ну вот как все и устанавливалось это 7 светильников единственное здесь был тогда натяжной зелый потолок еще дополнительно решили установить второй то есть как за 3D он уже не надевается вот с такими кругляшами в виде рисунка ну что так смотрится объемно ну а эта сторона пока осталась недоделанная то есть пока светильники не были прибыли как я вам рассказывал вот видите светильники светят не на затылок шкафчиком а именно на нашу рабочую на нашу рабочую поверхность это были основные рекомендации потому что как не крути каждый случай в особенности на кухне индивидуальный тем не менее вы можете воспользоваться моим примером при планировании установки розеток и выключателей на кухне если вам понравилось данное видео то обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал впереди много еще будет всего интересного если что-то непонятно если возникли какие-либо вопросы к вашим услугам форма комментариев спрашивайте и по возможности я отвечаю практически всем ну на этом пожалуй все вот такое получилось видео про электропроводку на кухне всем спасибо за внимание ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч до новых встреч